хорошо сидит как махровый носочек ну что луи виттон потягаемся хочется намазать на хлебушек и скушать вот прям топлю топлю за девушек за женщин олегу тактарова мы отшивали вот вот это была мечта и она осуществила я такой человек мира по качеству в принципе все производители а налетай народ а вот подешевела обувная компания мы обувной бренд rr collection по первым буквам имен наших основателей роман рустам поэтому rr и наш бычок любимка наш вот он работает с нами много-много лет уже седьмой год мы далеко не стартап были среди наших заказчиков да олегу тактарова мы отшивали вот но наш земляк мы сделали ему презент очень приятный импозантный мужчина александру емельяненко но не напрямую через компанию то есть он возможно даже не знает что это шили мы вот таких два имени известных достаточно если в планах открытие магазинов казахстане я вы бы сами хотели чтобы мы в казахстане открыли магазин намерение имеется да особенно интересует астана алмата у нас очень много заказчиков с казахстана и прям вот есть прям у меня прям вот братан мой нурлан прям другом мой прям близкий вот он в алмате проживает и да да конечно возможно это будет франшиза возможно это будет не франшиза посмотрим но намерение имеется такой уже будем рассматривать начале следующего года то есть осталось буквально месяц в пять и мы уже в принципе намерены в этом направлении двигаться до главное чтобы у вас была связь интернет и телефон все больше ничего не нужно наши технические специалисты то есть вы общаетесь нашим продавцом он вас ставит в график скидывается вам ссылочка видео вы ознакомливаетесь что нужно будет подготовить нужен форматный леса 4 2 штуки карандаш либо ручка и мерительная лента либо у бабушки где-то лежит у мамы либо зайдите в магазин приобретите мерительная лента такой гибкий метр вот далее вам назначается время и наши технические специалисты под их бдительным взором вы произведете самостоятельно обмеры своих ног и левой и правой ножки и благодаря этому мы вот я как главный технолог производства я пойму ага иван иваныч я вижу длина ноги такая-то правая левая такая-то параметры широкого места пучок так называемый такие-то параметры подъема такие-то люди у кого высокий подъем вы знаете у кого косточки вы тоже об этом знаете поэтому я вижу картинку след я вижу параметры и мы подбираем профессионально колодку под ваши параметры чтобы попадала шип пас чтобы раз и все плотненько не люфтит и не давит хорошо сидит как махровый носочек вот наша задача мы с не справляемся поэтому неважно где вы находитесь у нас на сегодняшний день 44 страны мира мы уже работаем уже свыше 500 городов понимаете да то есть соответственно навык большой опыта достаточно много но это скорее всего синтетика потому что на кожу существует цена то есть передам вот перед нами вот лежит кожа видите да мы специального и уложили на стол для красивого фона и прочее и вот вот такая шкура она имеет определенный параметр определенную определенную цену это далеко не та цена который мы с вами говорим что если это 500 рублей до 2000 рублей если это какая-нибудь акция распродажи то вполне возможно что вам повезло и вы купили кожу но скорее всего боюсь вас разочаровать это будет не кожа соответственно кожа чем хороша она через себя выпускает потожировые выделения ваших ног это ключевое почему потому что если будет изделие изготовлены из синтетики она играет роль пакета целлофанового то есть получается просто баня иногда начинает преть никуда не выходит потожировые выделения ноги понимаете то есть не дышит на же кожа тоже дышит соответственно такой вопрос достаточно правильный конечно но нам нужно смотреть нужно понимать если это сеть таких недорогих магазинов которые торгуют обувью да там скорее всего это синтетика вы даже когда заходите в магазин чувствуется этот резкий запах знаете когда заходите к нам в магазин у нас запах в магазине стоит там кожа прям запах детства то есть очень приятно тактильно по ощущениям в носке очень хорошо у кого ножки потливые это вообще просто панацея то есть очень полезно кожу вносить очень полезно у нас есть модельная линейка очень обширно за 7 лет работы мы уже отработали почти 42 модели это и спортивная обувь кажу и классическая и демисезонную обувь и даже если не как казаки есть летняя обувь то есть летней модели понимаете соответственно вы просто можете выбрать из такой об обширной линейки и плюс вы можете сочетать как цвета кожи так и качество то есть можно например сочетать вот вот в данном случае это крас но мы же с вами можем сочетать крас со спилком мы можем взять например спилок и установить эту деталь одну сюда одну сюда здесь ее продублируют то есть на ваш выбор можно в композиции работать это уже тысячи вариантов цветовой гамме фактуре экзотика не экзотика спилки покрывные не покрывные гладкие и так далее вот такой вопрос самая экзотичная кожи из которой приходилось или как тело любите без щеки обувь ну в принципе этот вопрос уже закрыт то есть это стартовали мы с питонов сначала работали с питонами тренировались а потом переключились на крокодилов дайте пару питонов пожалуйста вот смотрите вот такая вот у нас прелесть мой питон очень красивый сейчас вам продемонстрирую товарами то есть питон приходит бесцветный ну условно белый вот но это уже окрашены то есть мы самостоятельно окрашиваем вот такая прелесть получается и соответственно ремень когда калируем краситель один в один получается и в цвет и в тон красить его вместе с ремнем вот это ключевое синие черные бордовые любые оттенок немножечко поддать ему то есть вариантов решения поставленной задачи масса посмотрите классический черный антрацит такой как икра черная прям хочется намазать на хлебушек и скушать и ремешочек они прошиты блэйком мы тут на днях приобрели станок то есть раньше мы это руками шили теперь мы будем руками это не целесообразно то есть это долго нудно руки болят мастеров учи приобрели специальный станок вот он будет вот именно вот такую вот подошву прошивать и то есть на отрыв это прям железобетонная гарантия оторвать и невозможно чтобы и оторвать это нужно каждую ниточку под порой я не знаю что нужно сделать чтобы это удалось это порвать именно такое изделие то есть демонстрирую вам питон обратите внимание разные носочки форма носочной части здесь она более вытянутая я называю такой итальянская колодка а вот эта классическая английская либо русская немножечко из отличие такие варианты есть возможности использования это чипраг да это кожа и здесь кожа а здесь накрыли профилактическим накатом видите никто некая миллиметровая резиночка стоит прям вот чуть правду 0 910 толщина а здесь заказчик говорит мне не надо я похожу так а потом установлю через месяц за месяц ничего не произойдет не переживайте то есть тренировались именно начинали с питонов потом мы переключились на крокодилов когда я уже так более паса осмелел уже почувствовал уверенность в себе что да я это могу и следующая была задача это скат со скатом ребята вот о чем мечтал то и получил в результате сейчас покажу тут есть смотрите какой просто феноменально настолько красивый и вот вот это было мечтая она осуществилась вот среди экзотических кож вот именно вот это скат морской скат из поставленной задачи справились это главное вот так в принципе вы понимаете тут мои желания они ставят в конце списка главное вы наши уважаемые заказчики то что вы запрашиваете мы демонстрируем берем на себя риски закупаем определенные модели можно и вот этого ската покажу да вот разговор о скатах да вот смотрите вот принять такое решение чтобы установить вот такой элемент носочный элемент 5 берца и и носок у нас из ската а центральная часть носочный союзки и пяточная часть выполнены из крокодила то есть сочетание это смотрится очень необычно посмотрите какая красота и именно вот этот элемент установить нас попросил заказчик он увидел кроссовки которым отшивали роману они ему очень понравились но там немножко другая модель похоже но другая и вот умение и знания раскроя как расположить правильно лекала чтобы вот именно вот такой элемент вырезать вот как это выглядит то есть мы выбрали элемент сердцевины вот он вот он этот элемент то есть вот это техническое задание умение создать вот эту композицию вот наше ключевое знание умение помимо того что мы знаем как работать с вашими индивидуальными персональными параметрами но вообще они такие получили за классный мы же вообще такие ниши я понял да я помню я когда увидела думаю надо же какой молодец заказчик вот прям вот поставил задачу вот ставите задачу и когда ее выполнишь прям дровит чувствуется думаешь то мы все-таки красавчики мы можем ну что луи витон потягаемся по поводу скота вот весь тест-драйв на романе роман постоянно в разъездах туда-сюда встречи договоренности я на производстве у меня есть тут несколько там 5-7 пар я хожу не периодически а весь тест-драйв производится на романе и крокодилы и питоны и скаты все на нем так что уже третий год носятся кроссовки из ската никаких нареканий нет да я знаю но там видишь что применены все знания за годы накопленные чтобы все работало как надо стелька у нас в любой паре обуви по умолчанию абсолютно во всех для чего это делается для того чтобы вы могли просушить обувь это первое второе для того чтобы комфорт был почему потому что используется интересный материал он амортизирует и он покрыт покрыт кож подкладом кож подклад обязательно в изделии используются сверху обуви с подкладочная подкладочная часть обуви соответственно стелька покрыта подкладочной частью устанавливаем она стелечка комфорт очень удобно и дополнительно амортизацию дают для комфорта ваших ножек ну давайте так замш изготавливается из крс из быка и также изготавливается из оленины оленина более нежная более эластичная ну имеет свои особенности да но не засаливается крс бык подшлифовывается получаем замш достаточно требовательные вноски нужно крайней степени внимания не пойдешь вот так вот условно в магазин за хлебом желательно то есть это более коктейльные обувь имейте ввиду то есть любой либо спилок либо замшу да все что угодно все что без покрытия как 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 нам с вами вот 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 сейчас продемонстрирую вот с покрытием до кожи мы с вами взяли баночку крема взяли щеточку почистили потерли все напитали нажировали отлично идешь по дожди капает капельки съезжают а мы же с вами спилок же не можем никак обработать кремом то есть мы его обрабатываем специальными гидростопами то есть у нас есть возможность шестью атмосферами забить его туда понимаете то есть он какое-то время этот гидростоп гидростоп то есть остановить в воду гидровода стоп остановить и насколько его хватит это вопрос поэтому здесь нужно именно тщательно вам ухаживать поэтому здесь разница между спилком и натуральным замшем с точки зрения эксплуатации разницы никакой вот но если вы понимаете что действительно но у вас не спилок да а именно замш ну тогда вы более будете осторожным и трепетно относиться к этому потому что чек на такое изделие будет кратно выше потому что в закупке и замш оленина и замш крс он кратно выше ребят кратно там не в два раза не в три в пять в семь раз дороже закупается что но у нас к сожалению россии вы не производят это все италия вот олень тоже наш не подходит используют канадского то есть только нюансов там то есть если для вас принципиально если вы ценитель вы чувствуете что вы хотите у нас есть возможность приобрести да мы можем для вас отшить без проблем я родом из города челябинск южный урал но я такой человек мира челябинский жил 13 лет ташкенте жил 13 лет и вот сейчас уже сколько мне полтос 13 лет 26 24 года уже в нижнем живу то есть уже все родной город такая малая родина моя вот а сам уроженец до я 73 года рождения дитё советского союза вот родился в городе челябинск прожил там до 7 класса потом нас отец увез ташкент это еще был советский союз нерушимый который разрушился а потом оттуда уже переехала обратно в россии высшее педагогическое закончил тоже гос и фк ташкентский государственный институт физической культуры я профессиональный спортсмен бывший особую столкнулся случайно это любовь это однозначно не любил бы не получались бы такие мармеладки такие шоколадки ночь у снится приходишь на работу здесь постоянно соприкасаешься сами ходим в наши наши продукции и роман я и многие наши сотрудники это конечно же любой без любви она не может получиться такой что вы так активно реагируете ставите лайки приветствуйте меня мне очень приятно поэтому всем сердцем ваш базовое образование чтобы так базовое ребят чтобы сшить одну пару обуви вот одну пару нужно владеть восьми специальностями 8 специальностей знаете и каждый специальность вот такой том литературы но суть в чем в том что мы занимаемся еще дистанционным обучением то есть я в частности виду либо на вебинары я уже обучил на сегодняшний день 58 человек онлайн и все ребята дали результат и девушки в том числе почему так немножко говорю девушки в том числе потому что все-таки нужна такая немножко физическая сила ничего девчонки вообще молочится все справились как одна прям горжусь ими умнички поэтому базовое знание вот мы придумали именно такой курс для того чтобы вы погрузились ощутили если поняли что да действительно это вам на душу легло на сердце то тогда можем дальше продолжать вплоть до того что вы можете присоединиться к нашей команде на сегодняшний день у меня четыре ученика и все они находятся в нашей команде здесь на производстве в пятницу приезжает 5 сергей ждем если смотрит поэтому базовые знания они такие то такая знаете обувь это достаточно сложное изделие не так просто то есть нужно повариться с нами вот в этом соку то есть попробуйте напишите по ссылочке шапки профиля вам сделают предложение вы посмотрите разные варианты и уже дальнейшем примите решение вот когда у меня девочки спрашивают уже много лет ведем эфира и вот про женское прямо стыдно мне становится девушки дамы девушки я шью вообще без разницы женское мужское даже автопедию сложнейшую но я один понимаете и две-три пары в месяц физически я просто не оси две-три девочки получат но вы останетесь довольны другие девушки женщины обидятся поэтому мы подготовлю подготовили определенный план действий и из божьей помощью посмотрим если будет на то воля божия не буду забегать далеко вперед но надеюсь что скоро мы вам кое-что покажем шли к этому долго тернистый путь масса вариантов масса определенных решений женскую обувь запустить девушки очень сложно так гораздо сложнее чем мужская обувь кратно сложнее я сейчас просто готовлю команду готовлю каждый день повышая качество накатывают навык нарабатывают навык моего мастера и уже мы прям вот надеюсь что в ближайшее время мы уже все-таки вам что-то продемонстрирую чуть-чуть потерпите месяца полтора два так немножко приоткрою вам завесу тайны вот сам горю желанием потому что я мастер папа шиву женской обуви мужскую обувь соответственно тоже могу шить но изначально именно сложилось так что я когда пришел в цех работать мы отшивали именно женскую обувь и навык очень много приобрел поэтому чуть-чуть терпение наши любимые женщины вот прям топлю топлю за девушек за женщин люблю вас по-братски поэтому все силы все знания все возможности мы с романом прям вот четко нацелены чтобы девчонок прям вот уважить обязательно знаю что любите красивую обувь лодочки босоножки поднимается у вас настроение нас радуете этому мы прям в этом направлении очень серьезно движемся и будем посмотреть скоро что-то случится интрига какую обувь лучше носить плоскостопием ваш совет мастера все-все-все я понял у меня плоскостопие ребята вот как бы меня мама в детстве не не тренировала давай на этих и на палочки панцы карандашики пальцами поднимая какие-то массажеры ничего не помогло вот по сей день 50 лет а меня плоскостопие вот сплошничок расплошная все чтоб нагрузочка пропорционально все ножка стоит на плоскости все вообще отлично в плюс стелечка комфорт у нас только комфорт если у вас есть своя персональная ортопедическая стелька нужно будет просто по носочку ее чуть-чуть скорректировать ножничками или там я не знаю ножичка ну либо в мастерскую какую-то зайти и заменить нашу стельку в вашей стерке она зайдет легко потому что все стельки выполняются плюс минус 5 миллиметров толщины 45 у нас точно такая же поэтому у кого плоскостопие заказывайте на сплошной и желательно чтобы все таки была натуральная кожа чтобы дышал потому что плоскостопие ходишь ноги болят прочее прочее у меня вообще не болят удивительно почему потому что используем знания профессиональные подбираю колодку строго по своим параметрам не только длины но и полноты таком случае и плюс кожа и плюс комфорт стелька и плюс все материалы амортизирующие все забудете попробуйте закажите у нас сделайте именно на сплошной и все как только один разочек походите потом узнаете что что такое комфорт и что такое когда ножки не болят я же понимаю чем что это такое такого осеннего до демисезон демисезон ребята готовьте самки летом помните об этом великие русские пословицы вот это этого вообще вот одна из самых популярных моделей на конверт но его конверт называем а так это чука чука здесь сочетание со страусом то есть кожа быка и берца выполнены из страуса данном случае чепрак подошва кожи можно профилактику по вашему желанию вообще такие не чебурашки вкусняшки здесь подклад сукно слегка утеплены до минус 7 до минус там 10 на махровый носочек не 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 длительные променады то есть если сверхнизкие температуры то лучше же конечно либо меховцы либо стрижный бобер стрижный бобер вообще держит температуры до минусу там не буду говорить сколько ну тепло вот и вот она в коже крокодила точно такая же модель чука конверт но здесь не просто так тут тут я вам сейчас расскажу секрет это лапа лапы крокодила вот точно не делают компании не видел я чтобы вот поставить именно глупо крокодила это нужно ее пред подготовить а не так что мы просто взяли при раскрою шкуры отделили лапу и ее нужно подготовить лекала ты на нее не уложишь без предварительной подготовки и получаем вот такую картинку очень крутые получились с точки зрения если вот нам но моя любимая вот именно фактура по коже это крокодил возможности разные вот это крокодил и вот это тоже крокодил хотя это брюхо а это лапа еще и в графитовом оттенке видно что графе да вообще крутяшки здесь кож подклад здесь не байка не мед кстати ну то есть вот она одна и та же модель но вот просто выполнение страус и крокодил да вот 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 она вариативность понимаете а сейчас покажу точно такую же модель но из кожи быка и она смехом овечки а то же самое но здесь у нас с вами микропористая резина видите так а насколько она мягкая плюс у нее высокий амортизационный эффект по каблуку то есть вот если чуть на него поднадавить он он амортизирует в процессе носки прям мужик с вами с пяточки на носочек идем живот касания раз отрабатывает много раз и вот в момент касания вся кинетическая энергия погаснет каблуке не будет удара проходить по костям по позвоночнику по шейному отделу в боксе кто боксом занимался знаете при ударе в грушу рукой можно получить что алексей сотрясение мозга есть такой серьезный резонанс физику никто не отменял вот поэтому даже на бойчке установлены резина на кожаном каблуке вот они три модели крокодил страус и бык а вообще смотрите какие алые кстати этот год тренд красный цвет это вот прям вот они алые вообще просто алые паруса белая подошва вот такая классные же мне очень нравится таки вот это не спилок это лицевой велюр это овечка малый рогат скота мрс так называем они очень такие конечно впечатляют вот это как раз вот девушки заказывают женский размер можно выполнить ремень запустим сумочки можно будет выполнить еще и сумочку еще одна интрига да классно мне очень нравится то есть есть намерение приобрести спортивные подошвы просто покажу что мы можем и модель здесь вот вот на такой подушке более массивная вверх это питон экзотика и окрашивание идет непосредственно питона по желанию заказчика нравится вам ребят поставьте лайк если нравится то есть именно то что вот вот кампу я не знаю может быть написать крокодил кому-то вот что больше заходит питон крокодил или скат это крокодил да и скат вы уже убрали да ну ладно сказать скоток вывозит да 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 по поводу спортивной обуви у нас была масса вопросов от наших заказчиков и то есть мы решили просто продемонстрировать так значит предложение такое мы взяли экспериментальную подошву установили достаточно эластичны протестировали хорошо работает вверх по прежнему не меняется это стандартная наша кожа по расписанию бык 1214 толщина подошва очень упругая мягкая и просто продемонстрирую как это выглядит вот на похожей модели да вот то есть вот это новый вид подошву а это наша которую мы изготавливаем самостоятельно то есть это его пласт это резина вот с точки с точки зрения с точки зрения комфорта они при плюс-минус одинаковые но с точки зрения именно эстетики у нас очень много заказчиков просят флажок на носочек то есть больше больше спортивности будем хочется то есть это более такая классическая модель вот это а вот это она такая более дерзкая более такая спортивная так скажем я не скажу что это прям вот беговая на которой при помощи которой можно бегать на беговой дорожке там нужно специализированную обувь но кэжуал стиль именно на повседневку ходить вот так вот есть вот такая модель то есть вот с таким носиком с вот с таким световая палитра как обычно 5 основных цветов черный коричневый синий бордовый рыжий и под окрашивание по вашему желанию также есть модели вот немножко измененная подошва тоже очень интересная здесь вот такая прожилка идет в данном случае это спилок если это краска раз это спилок крс вот смотрите в двух цветах специально для того чтобы было понимание как это выглядит матч или именно в коричневую и в таком синим благородным вот это уже модель то есть именно отличаются по форме насущной части вот этот элемент это мы называем модель classic это мы называем модель кросс то есть вот они наши красавчики огурчики смотрите сколько их много с пылу с жару пирожочки а налетай народ а вот подешевела это такие в 90-х 92-м году обувь торговал сначала стеснялся прятался от всех идут знакомые за сапогами спрячусь вот а потом уже посмелее стал стыд пропал и все заходи народ наш огород если в сравнении например взять наш обувь и холодный вот на новый подошвы да и какой-нибудь производитель типа рака в чем разница по качеству и вообще в целом есть какая-то разница между нами и типичным массовым ну давайте рассматривать так подошвы выполняются из различных видов материалов вот в данном случае это его пласт вот так как он не будет носиться без покрытия он сточится просто как банные тапки мы его покрываем специальным накатом чтобы его пласт не соприкасался с поверхностью это одна из разновидностей подошвы в данном случае это резина вот этот экземпляр бывает еще тэп понимаете да бывает на вылетела слова капром хочу сказать каучук да да давайте то есть разновидности скажем если брать ральф рингер у них прямой прилив подошвы и это в большей части тэп и резина с точки зрения эксплуатации так как это прямой прилив они вполне себе носятся хорошо все качественно вопросов нет но повторяюсь у нас ключевое что мы работаем по параметрам стопы понимаете если вы придете приобретете себе ральф условно рингер и ну вы вы будете подбирать именно на свои субъективные ощущения если у вас 42 размер ноги и вы возьмете из общей линейки ральфа и не войдете 42 вы значит возьмете на размер больше а то и на 2 а в некоторых случаях и на 3 вот вот я всегда во всех эфирах во всех видео акцентирую что мы работаем по науке мы работаем непосредственно по вашим персональным параметрам это ключевое по поводу качества подошвы все красавчики и рингер красавчики adidas красавчик и мы не отстаем поэтому здесь вопрос именно ключевой правильности подбора не так как вы на свои субъективные ощущения подбираете свою пару в любом магазине важно какой-то бренд от луи витон хоть ральф рингер корр р р коллекшн вы даже если придете к нам магазин и вы будете их промерять наши пары любом случае наш консультант посмотрит и подкорректирует вас и даст вам правильную пару по правильной полноте не только длина а полнота объемы ваши ножи это ключевое это самое главное это ключевой фактор успеха так скажем и это ваши комфорт и ваше здоровье по качеству в принципе все производители крутые большая часть технологии современные уже выработка кожи современные используются различные химии но ключевое это все-таки профессиональные знания знания связанные именно с параметрами ваших ног соответственно когда работаем профессионально это что это профессионально вы приходите к портному заказывайте себе костюм то есть ваши мерки снимают правильно кто 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 имеет такой опыт вы наверное это помните и знаете особую как вы магазин приходите с вас никто мерки не снимают вам говорят у вас какой размер у меня 42 вот вам 42 ой ногой вы мне что-то плотно разносится помните да эту ситуацию наверняка многие из вас этим сталкивались поэтому мы именно работаем профессионально то есть мы меряем ноги у нас есть технический отдел у нас есть профессиональная команда обученная мной персонально я передал весь опыт все знания как правильно обмереть ножички правую левую они ведь как отпечатки пальцев не похожи друг на друга то есть вот это ключевое ну естественно поэтому то что в качество обуви это уже том числе это в совокупе все работает но ключевое именно комфорт картинка на красивая да все прекрасно все там мягкая подошва кожаный кожа вверх подклад кожи подошвы эластичная такая такая модель красивая но параметры это ключевое когда не будет нигде давить не будет люфтить не будет рваться ну и так далее вот вот модель classic мы ее называем после брагированный оксфорд так называемый но на сплошной подошве обратите внимание то есть в данном случае это каблучок данном случае тоже каблук но сплошной и модель и такая в офис возможно и такая в офис вашему возможно то есть по вашему желанию по вашему заказу и да 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 смотрите вот о чем мы говорим о том что мы с одной шкуры можем выкрыть вам пару и ремень это же вообще уникально это прям вот персонализированный подход это я не знаю есть такие компании еще которые могут себе такое позволить не скромно конечно но мы можем мы можем чтобы уважить вас готовы идти на всякие решения технически вот такая вот красота ребят причем ремень двухслойный верх бык под нижняя часть тоже бык видите стык то есть ремень двухслойный игру оставь его правнукам это называется на сумку крепкий меня тоже таки есть только цвет чуть чуть потемнее такие коричневые именно на такой сплошной подуши на плоскоступе вес сотка центнер я прям в них очень себя комфортно чувствую они очень стильные мне нравится ты показал какие офисные давайте с удовольствием офис на работу так друзья демонстрирует смотрите вот он спилок но смотрится вам прям на миллион долларов вот офисный вариант мягонькие легонькие смотрите смотрите как подошва отрабатывает об никаких складочек все то есть с точки зрения именно в офисе вообще замечательно подошвы не скользит если вы все таки хотите кожаную подошву то можно установить профилактику вот такая модель может выполняться как на резине микропористый также на чепраке это первое второе мне роман подсказывает обрати внимание говорит что это маленький размер данном случае это наш заказчик мужчина и размер у него 36 это вполне нормально ничего нового если знаете историю ту петра великого размер ноги был 36 или 37 при росте 2 плюс ну так сложилось так как так распорядился господь все мы работаем по полноте по размеру заказчик будет доволен я прям в этом уверен то есть для для офиса да то есть вообще крутейшая модель значит это у нас лоферы да но бывает вот такая модель лофера то есть без перемычки без отрезных деталей данном случае из питона вообще они прям такие вот их можно на боссу ногу с бриджами шортами и вообще они такие классные дерзкие получаются про мне очень нравится хотя у меня таких нет почему я тоже не там как-то алексей прошита подошва кожа можно установить профнакат по умолчанию набоечка ну и соответственно я всегда говорю что у нас устанавливается стелька комфорт то есть она хорошо амортизирует и покрыта кож подкладом то есть два вида лоферов у нас есть даже 3 есть еще с ручным швом просто здесь ее нет то есть мы вот вот то что вы видите это все наши заказчики мы вам демонстрируем конкретно прям вот пирожки что называется с пылу с жару вот они смотрите какие уж у меня прям драйвит да 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 серари надо точно вот такая модель вот эту пару тапок ну я имею ввиду такую модель отшивал 8 лет назад уже 9 вот если меня постоянный заказчик и он мне он не дал техническое задание хочу вот что-то подобное это модельные тапочки эти установлен клину он он не просто внутри он его пласт обтянут кожи крокодила для того чтобы амортизировала немножечко под пяточкой чтобы не было жесткого удара они полностью выполнены из кожи под подошва ранты кожа стелька кожа ну и соответственно крокодил крокодил дел дел вот такой вот выбрал заказчик цвет прям пурпурный до красивый цвет ну и благодаря тому что мы с вами можем о чем я говорил выше мы можем с вами окрасить и ремень в такой же цвет то есть вот ключевое что вот не только по размеру но в том числе и мы можем с вами играть цветами краска это прям вот вот как-то вот вот шикарные получились тапочки классно атаки ну это тапки прям вот именно модельные это вот как вот обувь шить эту прям отдельно изготавливается ранд отдельно изготавливаться подошва вот здесь вот сто процентов ручные операции здесь нет ни одной строчки ни одной строчки все собирается ручками все под скальпель каждый вот этот урез торец обрабатывается специальным образом подошвы урезы ну прямо вот здесь вот мастер собирает такую пару по моему 14 до 16 часов не отрываясь вообще магия